Здравствуйте! Вы смотрите программу «Эксперты», я ее ведущий Сергей Никитин. В этой передаче мы знакомим вас с людьми, профессионально занимающимися тем или иным видом человеческой деятельности. Сегодня у нас в гостях снова Наталья Ивановна Пинов, депутат Совета депутатов города Новосибирска. Здравствуйте! Хочу напомнить, что она члена рабочей комиссии по бюджету и по муниципальной собственности. Поэтому в рамках этих вопросов мы и поговорим. Сегодня мы опять продолжаем тему мусора, так сказать. Ну, куда деваться, что же это? Вещь очень важная, тем более мы тратим на нее свои деньги. А если поглядеть на все эти наши так называемые полигоны или попросту грязвалки, видно, что они уже все, в общем-то говоря, давно-давно переполнены и с этим что-то надо делать. Напоминаю, что у нас заключена уже пару лет назад концессия так называемая. Больше, в 2016 году. В 2016 году. Да. Слушайте, уже 4 года скоро будем отмечать, юбилей вот на носу. Тем не менее, концессия до сих пор не работает. По этой концессии мы должны были уже сейчас, наверное, заработать два больших полигона. Один на левом берегу, другой на правом берегу. Ну, фирма-консессионер Экология Новосибирск должна была вложить туда, ну, какие-то деньги, там 6,5 миллиардов. Да, 6,5 миллиардов. Потом случилось так, что как-то тут они быстренько выиграли конкурс, но потом у нас депутаты, в том числе, Наталья Ивановна, как-то они посчитали, что это, наверное, сильно дороговато. И в результате снизили несколько, да, там на 2,5 миллиарда, да, эти вложения. Вот. Есть польза все-таки у нас от депутатов, да? Тут надо немножко уточнить еще. Давайте уточним. Да, давайте уточним. Действительно, вот это консессионное соглашение было заключено в 2016 году. Депутаты Заксобрания, было заключено правительством Новосибирской области, а именно департаментом ЖКХ, министерством ЖКХ Новосибирской области было заключено это соглашение. Но депутаты Законодательного собрания, насколько я знаю, были не в курсе того, что такое консессионное соглашение заключило правительство. И потом был такой скандал по этому поводу. Мы это регулярно освещали. Потому что условия эти были удивительными. С территории Новосибирской области получается, что 800 тысяч тонн в год должно увозиться на два консессионных предприятия. Два мусоросортировочных комплекса должны были вложить 6,5 миллиардов рублей. И на 40 лет это консессионное соглашение было заключено. И два полигона. Один полигон – это Верхтулей. И второй полигон в правобережье – это в районе реки Издревая. И, наверное, многие знают, что было очень много протестных акций, связанных с этим соглашением. По двум причинам. Первое – это место расположения полигона. В районе Издревой. И вторая тема – это все-таки вот эти условия. Удивительные условия, которые, конечно, требовали пересмотра. Потом была организована рабочая группа. Она была организована в 2018 году. Цель которой была пересмотреть вот эти условия консессионного соглашения. Эти условия были несколько пересмотрены. Но, опять же, сегодняшний опыт уже того, как у нас реализуется реформа мусорная, как у нас строятся мусоросортировочные комплексы в других регионах, говорят о том, что условия вот эти не могут быть реализованы в принципе. Потому что, например, когда рабочая группа формировала новые условия, говорилось о том, что возможно, например, до 40% отходов сортировать на этих мусоросортировочных комплексах. Сейчас реальность такова, что 7, 8, 10, 12, но это потолок, который сортируется. Если мы будем смотреть у нас в России, как это происходит. Практически это свалка, более современная. Вот получается, да, но за это мы должны заплатить огромные деньги. И вот, наверное, здесь мне бы хотелось рассказать такие очень простые, понятные вещи, как в принципе в мире есть два подхода отношения к отходам. Один подход – это так называемый китайский. Это когда весь мусор собирается, отвозится на какой-то мусоросортировочный комплекс, где полезные фракции отбираются, но остальное захоранивается. Есть другой опыт, и люди знают об этом опыте. Это так называемый европейский подход, когда непосредственно люди отбирают максимум полезных фракций. Эти полезные фракции забирают производители, которые на вторсырье делают какие-то производства, и оставшиеся уже увозятся и захораниваются. Так вот, если мы будем говорить про концессионное соглашение, которое у нас заключено, это, ну, в общем-то, это китайский вариант. Ну, мы к Китаю, конечно, ближе, чем к Европе, это понятно. Но даже в Китае я хочу что сказать, что сейчас, например, не запрещают пластиковые пакетики в магазинах, потому что, ну, видимо, уже все, их тоже там за горло досталось, это китайский метод, и даже они что-то там собираются делать. А что мы-то должны делать, на ваш взгляд? На мой взгляд, нужно пересматривать в корне вообще подход к обращению с отходами у нас в регионе. Мне кажется, что нужно делать все возможное, чтобы переходить все-таки на вот этот европейский метод. Нужно делать все возможное региональным властям, если уж они хотят стимулировать, вот, значит, вот вопросы, связанные с мусором, с отходами у нас в регионе, то нужно заниматься стимулированием производств, которые работают на вторсырье. Это то, что просто необходимо у нас в регионе, потому что у нас не так много этих производств, и нет потребности вот в этом вторсырье, в том объеме, в котором это вторсырье могут люди, собственно, сортировать и передавать на вторичную сортировку. Мне кажется, еще раз повторюсь, что вот это концессионное соглашение необходимо расторгать и полностью пересматривать подходы, исходя из того опыта, который мы видим сейчас есть у нас в России, переходить на максимальный раздельный сбор непосредственно у людей. При этом вот это вот количество, получается, оставшихся отходов будет уменьшаться и уменьшаться. Мы сейчас уже видим, что некоторые ТСЖ переходят на такой вот формат работы с рекоператором. У нас около 26 ТСЖ сейчас в городе, которые платят не по вот этому нормативу, а платят за фактический объем отходов вывозимых, которые у них забирают. И при этом получается, что так как они отсортировывают уже сегодня полезные фракции, то стоимость у них становится ниже для людей до 37, например, рублей. Это то, что уже сегодня есть. А представляете, если это все развивать? Вот есть ТСЖ, если брать, например, объем, то половина примерно фракций по объему они отбирают как полезные фракции, которые забираются. А если это развивать? И я считаю, что именно вот в этом направлении нужно двигаться нам всем. И, кстати говоря, эти полезные фракции тоже деньги, в общем-то, они стоят, поэтому в конечном итоге они могут обратно возвращаться даже, да? Да, именно так. Ну а это вообще не утопия? Вот мы действительно сможем к такому прийти когда-нибудь? Ну вот смотрите, я убеждена, что это не утопия, и мне кажется, очень важно, чтобы люди это осознавали и какую-то такую проактивную позицию занимали, чтобы экологические активисты занимали активную позицию по этому вопросу. Потому что, ну вот власть, на мой взгляд, сейчас та позиция, которую власть заняла, она ведет немножко в другую сторону. Она ведет в сторону вот этого консессионного соглашения, которое предполагает то, что все отходы будут забираться, и затем как-то сортироваться, хотя мы видим уже опыт других регионов, других городов, что там не такая детальная сортировка идет. Ну, я уже сказала, что процентов 10. Ну я-то, например, считаю, что власть, она решает в любом случае свои проблемы, и в данном случае, ну если на нее, если это жителям, в общем-то, не сильно надо, то не сильно надо этой власти. Поэтому тут, наверное, все-таки именно горожане должны сформулировать четко свою позицию, надо им это или не надо, да, как они с этим собираются дальше терпеть, вот эти все свалки многочисленные там и так далее. Поэтому здорово, что сегодня мы в эфире говорим об этом. Тут, видимо, надо уже не говорить, надо что-то все-таки делать, и тут начинать все-таки надо себя хотя бы, да, хотя бы попытаться вот это все, сортировать этот мусор там, требовать от своих управляющих компаний ТСЖ, чтобы были все-таки какие-то места для раздельного сбора мусора, и самое главное следить, чтобы это не свалилось все потом в одну кучу, как у нас уже это было. Бывали такие моменты, я согласна, здесь очень много зависит от активной позиции горожан. Ну, а мы это постараемся освещать, деятельность вот этих активистов, и смотреть, что из этого получится. Напоминаю вам, что вы смотрели программу «Эксперты», я и ведущий Сергей Никитин. Сегодня у нас в гостях была депутат Совета депутатов Наталья Пинус. Спасибо, Наталья Ивановна, что к нам пришли. Спасибо. Всего вам доброго, и смотрите нас, как обычно, по вторникам после программы «Новости». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok